Адвокат нуждается в защите. Новороссийский советник по правовым вопросам оказался на скамье подсудимых. Защищать клиента была его святая обязанность, но никак это принято любой ценой. Из материалов, представленных следствием, следует, что адвокат и его помощник за денежную сумму в размере 4 миллионов рублей, часть из которых предназначалась в качестве взятки неустановленным лицам, пообещали мужчине, в отношении которого возбуждено уголовное дело, решить вопрос о переквалификации и назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. Но офера не удалась. Адвоката и его помощника вместе с их благородными намерениями задержали правоохранители. Следователи учли, что подозреваемый может повлиять на исход уголовного дела и обратились в суд. Фемида встала на сторону обвинения и отправила мужчину в СИЗО на один месяц и 28 суток. На данный момент его роль в черной сделке расценивают как посредничество. Изотерик, романтик или бизнесмен. На кладбище в станице Новотитровской неизвестный срезал пион из клуб возле могил. Мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения. Их станичники используют в карантин, чтобы провести безопасные онлайн-похороны. Но с 25 по 28 мая именно эти три дня орудовал садовник. Они работали как охранная система кладбища. Администрация воровской налет не проигнорировала. Начали розыск негодяя. Сначала след привел к напарнику вора. По номеру машины вычислили, что мужчина живет в Краснодаре. Через него вышли и на ключевого человека этой загадки. Мистером Икс оказался условно осужденный житель станицы Новотитровской. Он сознался, что пионы срезал, а потом продавал в краевой столице. Так называемые «свои» дали мужчине шанс извиниться. Без привлечения полиции. Приношу свои глубокие извинения всем жителям станицы Новотитровской. За то, что я не с кладбища станицы Новотитровской, центрального кладбища, на Белевцах, украл пионы. Напомню, что такой поступок уголовно наказуем. Статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вандализм. Малая земля – немалые проблемы. В Новороссийске ждет суда мужчина, который устроил пьяные посиделки на мемориальном комплексе. Со своей пассией он пил коктейли, бил бутылки и загорал на плитке без штанов. Мужчина в полуобнаженном виде находился на территории мемориального комплекса, увековечивающего память о погибших в период Великой Отечественной войны. Малая земля в городе Герой Новороссийский и бросал в него стеклянные бутылки. В результате противоправных действий мужчины был поврежден верхний снов плит мемориала. По данным Краевого СК и прокуратуры, 20-летний дебошир сейчас под стражей. Свою вину он признал. И теперь подтвердить или оспорить показания сможет в суде. Море, лето, криминал. В Геленджике задержаны молодые гастролеры-угонщики. Разгар летнего сезона вполне логично совпадает с увеличением преступности по отношению к туристам. Но в этот раз жертвой стал местный. Пострадавший оставил свой мотоцикл около дома, а вернувшись, не обнаружил его на месте. Сумма ущерба составила более 74 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения сыщики составили ориентировки на подозреваемых и установили, что двое из ларца – 20-летние жители Новороссийска. Их нашли и задержали. Угонщики признали, что приехали в город-курорт специально за чужими железными скакунами. Разматывая преступный клубок, следователи раскрыли еще две подобные кражи. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей. Теперь злоумышленников ждет суд по статье 158 части 3 «Кража». При самом суровом итоге позагорать на курортах у них не получится еще 6 лет. Сегодня утром в Сочи белая иномарка столкнулась с автомобилем коммерческого перевозчика. По видео очевидцев непонятно, куда пришелся удар, но кузов такси был раздроблен, что называется, в круг. Водителя из машины доставали спасатели, он госпитализирован. По предварительным данным, таксист не уступил дорогу и создал аварийную ситуацию. Рулевой второго авто не пострадал, в отличие от своей машины. О дорожных транспортных происшествиях в Краевом центре далее в программе. В первом нашем обзоре автоаварий стоит грубое нарушение правил дорожного движения водителям отечественного автопрома. Перекресток Ставропольская и Стеклотарный. Если нашему ряду горит красный, то и водитель троллейбуса напротив видит запрещающий сигнал светофора. Пассажирский в голубом окрасе, как положено, останавливается на линии пешеходного перехода. Водитель малолитражки по левый борт напротив включает опцию «Игнорировать» и принимает решение с названием «Проскочу, ничего не будет». Этим ничего становится совершающая маневр «Белая иномарка». Смотреть на момент столкновения без скупой водительской слезы невозможно. Седан получает критические повреждения кузова, а его бамперы вовсе забирает с собой серая легковушка. В этом ДТП без вызова эвакуатора не обошлось. Неловкое дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на улице Тургенева, 15. Серая малолитражка поворачивает на встречную полосу, за ней маневр повторяет коммерческий перевозчик. Осторожности, немного уважения заставляют водителя легковушки остановиться и пропустить «Белую иномарку». Водитель такси культурной ценности впереди стоящего не разделяет и наказывает вежливого автолюбителя пинком под бампер. Удар был скорее поучительным, что сзади тоже спешат люди и повреждений после себя не нанес. Урок был усвоен быстро и без лишних слов, и при лечении патрульных водители разъехались. Аварийный случай. На кольце академика Лукьяненко и красных партизан среди водителей зовется «засмотрелся и клюнул носом». Объясняем подробно. Черная легковушка съезжает с кольца, следом за ней движется белый кроссовер. По правилам, оба водителя, прежде чем завершить маневр, смотрят на главную улицу. В этом случае она находится справа. Это соблюдение стандартом и губит замыкающего на белом авто. Пока черный седан сбавляет скорость и пропускает коммерческого перевозчика, водитель позади жмет на педаль газа, потому что с его точки обзора помехи не видно. Как итог, соугновение бампера-бампер. От удара иномарка по инерции проезжает буквально полметра. После осмотра повреждений мужчины принимают решение вызвать патруль ДПС. Потребовался 1 час и 15 минут времени, чтобы на этом участке дороги столкнулись два других автомобиля. Случай получился из ряда популярных дорожно-транспортных происшествий. Водитель белой иномарки хотел проскочить на кольцо, но получил удар в задний бампер. В мятину поставила серая легковушка. Тут слова не нужны, знаки говорят сами за себя. Малолетражка двигалась прямо по главной улице Лукьяненко. Белый седан выезжал под знаком «Уступи дорогу» и либо не посмотрел, либо не захотел смотреть на треугольник. Обидно? Да. Заслуженно? Ответ тоже положительный. Благо, ждать госавтоинспекторов пришлось недолго. Патруль уже вызвали коллеги по несчастью, которые стояли на противоположном съезде с рокового кольца. Свои права нужно знать. В Сочи госавтоинспекторы провели акцию «Неделя прав и обязанностей граждан». Сотрудники ГИБДД напоминали водителя ОМОБ в оплате штрафов, помогали им настроить портал госуслуги и отвечали на волнующие вопросы. Основными вопросами граждан являлись внесение изменений в административное законодательство Российской Федерации, внесение изменений в конструкцию транспортного средства, в том числе установка газового оборудования, получение категории А, А1М, правила перевозки детей, а также ответственность за перевозку детей без детских удерживающих устройств. Для родителей за рулем инспекторы сделали отдельный пункт – беседы с детьми о правилах дорожной безопасности в летние каникулы. Должностные лица говорили о нормах езды на велосипеде, электросамогате и СИМ.